Здравствуйте, меня зовут Константин Озеров, я ведущий канала Травы Байкала. В этом выпуске мы расскажем вам о лекарственных свойствах бадана, он же чигирский чай. И у меня в гостях врач-фитотерапевт областной клинической больницы с более чем 40-летним стажем Людмила Витальевна Кузнецова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Давайте поговорим с вами о бадане, он же чигирский чай, как я понимаю. Да, его очень часто в народе называют чигирским чаем, Многие называют баданом, и то, и то название правильное. И свойств у него достаточно много и применяют его достаточно широко. Ну, а основные свойства мы можем перечислить такие, как противовоспалительные. Он обладает бактерицидным действием очень хорошим, спазмолитик неплохой, рано заживляющие свойства у него есть. Очень интересное свойство, он местно расширяет сосуды. И обладает даже гипотензивным действием. Есть слабое успокаивающее действие, то есть вот такие у него свойства, у чигирского чая. Где его применяют? Нашел он применение чаще всего при заболеваниях кишечника, желудка, желудочно-кишечного тракта, особенно заболевания, протекающие с поносами. Это энтериты, это колиты, это дизентерия, это гастрит и язвенная болезнь, когда он применяется. Это, как ни странно, у него есть хороший жаропонижающий эффект. И очень часто применяют при простудных заболеваниях, при гриппе, вирусных инфекциях, то есть ОРВИ. Он оправдывает себя за счет того, что снимает температуру и оказывает противовоспалительное действие. Кроме этого, заболевания легких, такие как пневмонии, бронхиты, широко довольно-таки применяется чигирский чай, туберкулез легких, то есть те заболевания, которые протекают долго и далеко. Кроме того, он обладает и ранозаживляющим действием, и поэтому может применяться и на кожно, и при полосканиях, особенно заболевания ротовой полости, стоматиты, парадонтоз. Полоскание оказывает благотворное действие. Ну и, конечно, заболевания в гинекологии, кальпиты, эрозии шейки матки, где тоже иногда применяются полоскания. У чигирского чая есть какие-то противопоказания? Противопоказаний нет, но учитывая, что он обволакивающим действием и вяжущим обладает, он иногда вызывает склонность к закреплению стула. Об этом должны знать люди, и если у них есть такая склонность, то им он немного будет ограничен в применении. Спасибо большое, Людмила. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что у меня в гостях врач-фитотерапевт областной клинической больницы с более чем 40-летним стажем. Спасибо большое, Людмила, еще раз. Спасибо вам. Экстракты бадана и широкая линейка чигирских чаев есть в нашем интернет-магазине bycalherbs.ru. Пройдите туда прямо сейчас и познакомьтесь с большим выбором чигирских чаев. Пишите в комментариях, о каких лекарственных растениях вы хотите еще узнать, и мы обязательно о них расскажем. Смотрите наши другие видео, ссылки есть в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам крепкого байкальского здоровья, вам и вашим близким.